Друзья, начну свой обзор города Бутуан с вот этой гостиницы Гранд Палас отель. Находится она рядом с центром города. Кстати говоря, имеется бассейн. Я могу сказать свои первые впечатления о Бутуане. Очень приятное местечко. Особенно после Кагаян-де-Ора. После Кагаян-де-Ора я подумал, что все города Минданао вот такие, что просто непригодные для проживания, потому что там дико пыльно, грязно, шумно. И вообще не прогуляться ничего. Здесь же, посмотрите, здесь не грязно. Да, здесь, посмотрите, как чисто. Вчера я шел вечером, поздно снимать смысла не было. Сейчас пойду по менее центральным улочкам. Посмотрим, чем отличается. Ну, в принципе, все это нам уже знакомо. Ну, опять же, даже здесь чистенько. Посмотрите, даже здесь чисто. Бутуан, на мой взгляд, удивительно чистый город. Здесь же такое ощущение, что как разное государство. То есть очень сильно отличается. Так, а там что, тупик что ли? Ага. Что-то мне кажется, там дальше. Я и не пройду. Так, ну вот сейчас пошел по другой дороге. Разделительной полосой, на которой растут пальмы. Велотранспорт. Как они в эту жару умудряются еще, блин, на этих велосипедах. Ездить еще и людей возить. Это же не так-то просто, ребят. Да? Согласитесь? Я думаю, что вот из вас, кто сейчас смотрит мое видео, вряд ли бы кто... Вряд ли бы кто смог вот так вот в жару. Смотрите. Паша человека везет. Тот сидит, а этот колеса крутит. Ладно, себя везешь на велосипеде, так это одно. А когда ты едешь и везешь еще людей, одного, двух, трех человек, обычно в велосипеде, это же не скоростной какой-то. еще эта будка весит металл. Там каркас такой довольно тяжелый, я думаю. Вот. Еще и в такую жару это очень тяжело. Вот. Вот они пашут вот так вот. Конечно, там не потолстеешь сильно. Ну, зато полезная работа. Я бы, конечно, чтобы у меня такая возможность была, чуть денек бы поработал. Чисто проверить свои силы. Во-во-во, вот оно. Добро. Ну, хотя тут, что тут? Два человека, два этих... филиппинца сядет. Я-то там один только помещусь. Или только если какой-нибудь совсем маленький филиппинец. Ну, и сумки там. Видно, много мест для сумок. Такой транспорт. Чисто тягач, тягачен. Пашет, пашет. Жара здесь, ребят, поверьте, градусов, блин. Здесь жарче всегда. Вот в городах жарче, чем где-то на побережье. Здесь по ощущениям градусов 33-34. Вот так. Опять же, да, показываю, как здесь чисто. Лично для меня Бутуан, Бутуан пока что вызывает только приятные впечатления. Посмотрим, что будет дальше. Опять же, да, видите, как они машут, улыбаются все время. Вот. Поэтому я вот как бы рассматриваю всякие разные варианты для проживания. Лично для себя тоже. И вот исследую места и смотрю действительно. Вот Кагаян-де-Ор, я сразу понял, что нет. Первые пять минут пребывания в Кагаян-де-Ор, я сразу понял, что это не тот город или, по крайней мере, место, где бы я хотел жить неподалеку. То есть, Бутуан, я бы не хотел бы тоже жить в самом Бутуане, потому что я не хочу жить в городе. Я хочу жить где-то на побережье. Но опять же, вот, вчера уже познакомился, в первый же день познакомился с Филиппинкой. Просто спросил, где парк. Она говорит, давай я с тобой пойду. Где-то минут 20 со мной шла. Все мне рассказывало, что пешком это нереально далеко. Вот он, мол, этот Кайзана-Мол. Это сеть. В принципе, такой уже мы увидели. Кагаян-де-Ор. Кайзана-Мол, опять же, мы видели даже на острове Камиги. Но там он такой маленький вариант, только у Нюрсам. Вот. И опять же, Кайзана-Мол мы видим здесь. Вот мы сейчас выходим на центральную улицу. Так, вот здесь Макдональдс. В городе очень много, кстати, Макдональдс, я уже заметил. Так, вот она, центральная улочка, ребята. Собственно, сам центр в ту сторону. Кафе Си. Спрашиваю местных, как эта улица называется. Спросил у одной. Говорит мне You can go to church and plaza. Я говорю, я знаю, знаю, я могу сходить в парк здесь, да, и в церковь. Мне скажите номер, название улицы. You can go to church and plaza. Ну ладно, думаю, хрен с тобой. Спросил у другой. Дорогая вообще не знает название улицы. Странные люди, блин. Вроде живут здесь и не знают название улицы. Улица называется Агусен Мусамис Орионтал Рот. Агусен Мусарис Орионтал Рот. Ну, сложно мне выговорить, но это на Google Map такое название какие-то вот строят что-то, тоже, наверное, мол. Фух, ну и жара, ребят. Вечером здесь гулять гораздо проще, но вечером, опять же, нормально не поснимаешь. Так, ну давай, вот заборы, посмотрите, какие. изрисованные. Вообще, творчество они любят. Уже второй гей со мной знакомится сам. Вот, я ему объясняю, что как бы мне не нравится. Он говорит, ну, я говорю нормально, я говорю straight, straight man, то есть я нормальный мужчина, я не гей. Он говорит, мы можем просто общаться. Я ничего не ответил, он мне писал-писал несколько дней. Сегодня утром прислал мне картину. В общем, он меня нарисовал. Он очень творческий человек. И вообще, это мне уже не раз рассказывали, что геи, они очень творческие. Вот, они пишут, танцуют. Я, конечно, был очень удивлен. Он реально нарисовал меня. А мы тут идем по центру. Вообще, местные вот, филиппинцы, они, им говоришь, как дойти до туда, до парка. Они говорят, ооо, это очень далеко, друг мой. Если ты хочешь, то уж давай трассик. Я говорю, не-не-не, я вот первый раз в городе, я хочу посмотреть. Ну, хорошо. Ну, вчера так девушка со мной пошла. Хорошо, но идти минут 30. Короче, мы зашли за 10 минут. Расстояние шаговой доступности. Они же все равно поедут на джипни или на трассикле. Причем, они дольше будут ждать этот трассикл, дольше будут сидеть, но это их какая-то культура, потому что я уже как уехал на этом джипне в Крэйан-де-Оре, я понял, что и это правда, я пешком бы дошел быстрее. Фейсбук. Фейсбук? А, это окей, это окей. Это мой фейсбук. Моя секретная аккаунь F129. А, окей, окей, вчера я спрашивал у местных, а где ближайший пляж здесь вот? Они говорят, да, есть пляж, но находится он в Буэнависте. А, то есть вот, вот как все происходит, то есть местные специально приезжают в Буэнависту, чтобы поплавать. Так, что у нас тут? фруктики. Кстати, вот опять же, да, опять же, надо посмотреть, почем здесь фрукты, но это правда не рынок. Давайте первый такой сделаем заход. How much mango? 120. 120. Ага, окей. Ну, все так же, как и на панглау, везде. Короче, цены на фрукты, вот судя по мангу, который я здесь видел, опять же, нихрена не отличается. Вот они просят у меня деньги, смотрите, вот этот, ребенок меня щупает, прям, ну-ну-ну-ну-ну, ребенок меня прям щупает, так, прям, реками, чик-чик-чик. Вот смотрите, действительно, вот город-то небольшой, да, Бутуан, он меньше, гораздо меньше, как Гоян-де-Ора, но он, вот как-то вот, ну, намного приятнее. Посмотрите, пальмочки растут, да, в разделительных полосах, которые вот очень так красиво, все уютненько сделано. Гораздо чище здесь, смотрите, здесь гораздо чище, вот как-то все, вот по-человечески. Я бы хотел бы жить недалеко от Бутуана, потому что это вполне себе комфортный для проживания, на мой взгляд, город. Здесь есть все инфраструктура, здесь есть огромное количество магазинов, молов, мест, где можно покушать, перекусить. Вот мне сейчас подсказали три места есть. Музеум, another? Балангай. Балангай. It's B-A-L- Балангай. Yes, A-A- N-G. It's about H-A-I. 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 It's Masawa. Yes. Okay. It's four? H-A-I. And the next? No, it's not a big thing. 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 Короче, ребят, тормознул людей и спрашивают достопримечательности. Ah, okay. Are you vlogging right now? Yes, I started recently, only Philippines. I thought you have your YouTube channel. Ah, I can show if you want. Is it enough? Yes, four places. You ask me about my channel? It's name channel, if you want, you can with Surge. Because my name is Sergey. This search is short name. Вот вы сами видели, Люди остановились, шли, вот тут дорогу переходили своей дорогой и стоят, вот мне все рассказывают, подсказывают, мне уж самому неловко. Вот. Ну, они хрен уйдут, потому что это филиппинцы, они будут стоять, они могут тебя еще и проводить куда-нибудь, сейчас записывай уже инстаграм. Видели, да, ребят? Вот такие они, пелетинцы, клевые. Вот маленькие детки живут здесь. Варфстайл, варфстайл. Так, это Ризал Плаза Парк. Здесь красивый флагшток, с которым надо обязательно фотографироваться. Так, что пропустишь меня, друг? О, мне нравятся вот такие вот флагштоги. У нас в России как-то вот не хватает этого. В Баку я видел огромный флагшток. Когда я приехал, мы уже сняли там проблемы с конструкцией. Джозе Ризал. Вон он, наверху. После Камегина привык уже к нормальной пище и чувствую себя гораздо лучше. А в городе, конечно, все провоцируют, чтобы поесть всякую гадость, от которой потом будет тяжесть тошнить. И вообще самочувствие как полное говно. Так, ребят, вот мы дошли до реки. Сейчас у местных пытался узнать, как называется река. Что-то они там побурчали, помурчали, между собой пошушукались, набисая и ушли куда-то. Вот. Ну, я уже загуглил. Агусаны. Река называется Агусан. В принципе, как и улица. Ой, она какая-то коричневая. Может, грязная. Скорее всего, может, что-то растет. Первый раз такой цвет реки вижу. Сами смотрите. Делайте выводы. Строительство такой широкой набережной. Или это просто как дамба? Так, вот река. А за рекой, смотрите, прям сразу все, город-то заканчивается. Вон там видны горы. Я вижу пальмы и все. Сели в трассикл. Обещали нас довести до национального бранч-музея. Толком показываешь вот эти достопримечательности, которые мне написали, толком никто не знает. Вот так, вот так. Воланкай. Это где-то близко, Фром. Музеем. Воланкай. Воланкай? Воланкай? Да. Это где-то близко, Фром. Музеем. Не знаю, что он здесь Я его спрашиваю, далеко ли Баланхай от этого музея То есть одна деста превращается от другой Потому что тот пареньев сказал, что они рядом находятся А этот говорит, окей Хрен знает Переспрашивать по сто раз надоело Все равно ни хрена толком толком ни хрена вам не скажут здесь Камера А, экшен камера Я ему сказал, что ты будешь звездой ютуб канала Ничего не понимаю Ни хрена как ребят вот сейчас встретил таких вот девушек здесь они говорят ты блогер да говорит увидели тебя с камерой hi 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 have a little bird welcome to my Philippines Ah, yeah, yeah. Yes. Будут вы, а�ские коимовы, а, б spaghetti, есть? Знаешь есть еще одного места? Только здесь может быть еще одно место, да Илья Вулкана. Да, да. В Илья Москвы. Маланхай, Вулкан. Вулкан. Мы там вулкана. Вулкан. Вулкан mortar. Хорошо, вулкан? инстаграм? нет, это тоже блог ааааааааааааааааааа она тоже блоггер привет из россии привет из россии я люблю я люблю филиппины я люблю филиппинские девушки ты русская да филиппинская девушка очень красивая вот друзья зашел я зашел я вот в такую вот тележку еле поместился голова не поместяется местные местные угорают с меня говорят это только для филиппинсов россия почему ты знаешь про мою национальность? ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Да, неизвестен Хорошо, хорошо В общем, угадали, ребята, что я из России Извините Извините, я могу спросить тебя, где ты? Мояра Да, где ты? Просто ты выглядишь необычно Муслим? Да Лагин Да Да Я могу показать тебе, если хочешь Так, мой канал Вот, в общем, ребята Как бы Такая вот история Я разных видел мусульман Но вот эти мусульмане Они, по-моему, всем мусульманам Хотя сумочки у них Это достаточно? Спасибо 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 Спасибо